К новостям спорта. Деловой центр «Ямал» снова открывает двери для любителей мини-футбола. В этот раз на спортивной площадке проходит 10-й окружной фестиваль юношеских команд. В течение трех дней сборной на Уренгое, Муравленко, Таркасалена, Дыма, Ноябрьско, Губкинского и Карачаева будут бороться за главный трофей турнира. За первыми играми наблюдала наша съемочная группа Юлия Шнайдер. Продолжу тему. Их называют будущим ямальского мини-футбола. В свои 16-17 лет спортсмены уже продемонстрировали спортивное упорство, высокую технику и непреодолимое желание стать первыми. В этом году на футбольном поле состязаются 7 команд. Сборная городов округа. Я думаю, что вы приехали не зря. Вы получите удовольствие от игр, от тех соперников, которые приехали. И сегодня, конечно, каждый будет стараться победить. И вы сможете улучшить свою технику, повести опыт в новой игре с новым соперником. Поэтому я вам желаю успешных выступлений, интересных матчей и, конечно же, пусть победит сильнейший. Команды Муравленко и Карачаева идут на равных. Однако агрессивнее атакуют фаворит прошлого года – сборная Муравленко. Игроки демонстрируют небывалую собранность. На 20-й минуте магическим образом первый мяч попадает в ворота противника. 0-1 в пользу гостей поля. Команда Карачаева не может собраться до последнего. Ответный гол попадает в ворота голкипера Муравленко только на 10-й минуте второго тайма. 1-1. Сохранить паритет удается ненадолго. Через несколько минут Муравленко забивает второй гол. Буквально сразу за ним следует третий. В принципе, игры были равные, я так скажу. Но потом ход игры поменялся и все от шанса зависит. Один мяч пропустили, ну и дальше как-то не пошло. Не задалось и еще один. Но так, в принципе, игры были равные и первый тайм тоже наравнимо сыграли. Первый матч, наверное, всегда матч открытия. Тяжело играть. Ребята только сегодня приехали. Поэтому лучшие, наверное, свои качества покажут в дальнейших играх. Но для матча открытия была такая напряженная игра. Очень долго команды присматривались. Наверное, сказался более повыше класс команды Муравленко. Доказывать спортивное превосходство участникам фестиваля придется не только в мини-футболе. Уже завтра они соберутся опять на соревнованиях по общей физической и технической подготовке. В чем заключается техническая подготовка? Это проводится в виде эстафеты. В которой уже элементы с элементами мини-футбола. Это и жонглирование мяча, это ведение мяча, удары по воротам и, соответственно, ведение мяча с обводкой фишек. То есть фигурное ведение, так называемое. Лидер фестиваля станет известен уже в эту субботу, пока прогнозировать результаты сложно. Как говорят судьи, на таких встречах оценивают и каждого участника отдельно. Со временем талантливые игроки могут войти в мини-футбольный клуб «Ямал». Юлия Шнайдер, Артур Цивилюк, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова